Всем привет, ребята! С вами Ижаня. Отличнейшего вам настроения и удачных боёв. Сегодня катаемся на вот этом скандинавском красавце под названием Эмиль 1951. Это премиумный тяж 8 уровня. Он у нас приехал в магазин вместе с долгожданной Химерой. И вот они, красавцы! 8500 голды за голый танк. Да, они дёшево, но танки достаточно эффективные. На Химеру у меня уже есть старенький обзор. Оставлю ссылку в описании или найдёте в сообществе на моём канале. Также есть вот такой вот набор за 17500 золота. Очень даже вкусный набор. Действительно, два очень эффективных танка. Легендарный камуфляж Фантом на ту же Химеру. Вот так вот он выглядит. Ничего супер особенного, но всё равно камуфляж на эту Химеру оставляет тёплые воспоминания. А также просто потрясающий камуфляж Викинг на Эмиль 1951. Выглядит просто шикардосно. Какие-то руны. Тут щит висит, здесь рок. Просто бомба. Не знаю, я бы себе очень хотел бы этот камуфляж на самом деле на вашем месте. Также здесь оборудование, сертификаты Х5, аватарка. Короче, полный фарш. Да, достаточно дорого. Немало голды стоит этот набор, но я думаю, что стоит взять. Сегодня разбираемся, что за зверь такой у нас Эмиль 1951. В общем, поехали. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Будет ещё много интересного. Стараюсь максимально полезные, интересные видосики делать для вас, ребят. Эмиль 1951 обладает классическим барабаном на три снаряда с потенциальным уроном в 930 единиц. Великолепными углами наводки, отличным пробитием и неплохой подвижностью, как для тяжа. Но и к комфорту орудия есть вопросы. Не самое лучшее сведение и разброс. Да и броня у танка как бы есть только в башне, но танкует она далеко не всегда. Да, видите, стреляет он не сильно, это и точно. На самом деле попадает, ну, как бы не чётко в центр круга, но в целом можно попасть на дальние дистанции. Я бы не сказал, что орудие сильно комфортное, оно как бы, ну, более-менее на близкой дистанции хорошо себя ведёт. А если вы уже постреливаете издалека, то попадает, ну, вот не всегда. Ну, вот давайте потестируем. Смотрите, довольно-таки неплохой такой разброс, хорошее пробитие. И видите, тот же Эмиль вот в прицеле того же Эмиля, да, вот выглядит таким сероватым на самом деле. Но это у нас хорошее пробитие. Если в вас будет целиться, к примеру, танк седьмого уровня, то здесь уже будет всё гораздо лучше. Также стоит отметить, что у танка очень долгая перезарядка барабана. Больше 20 секунд, и это реально очень долго. Вам приходится где-то пережидать эти 20 секунд, а иногда за 20 секунд ваши союзники уже успевают слиться. Так, надо бы прикрыть своего ИСа пятого. Успею. Жаль, не успел, к сожалению. Но видите, барабан откидывается, в принципе, более-менее быстро. За 6 секунд вы отправляете во врага 930 урона. Это реально очень приятно. Видите, перезарядка между выстрелами получается 3 секунды. Заряжаем голдишечку и добираем уже наверняка. Видели, сколько ХП у него было, и мы реально его забрали. То есть я ехал на него уже с тем расчётом, что я его точно заберу с барабана. Но, к сожалению, не всегда получается всё так чётко. Так, Type 62 промахивается. Сейчас попробуем в него что-то отстрелять. Может даже что-то танкануть. Видите, танкуем. Но это против седьмых уровней. Всё, откидываем барабанище. Супер вообще. Альфа 310 единиц. Как видите, в принципе, очень даже неплохо так шмалять. Так, ну Эмиль тут как бы не хотелось бы, чтобы в нас отстрелялся. Максимально пытаюсь от него сейвиться. И видите, 20 секунд. 20 секунд приходится сейвиться от врагов. И иногда не получается это сделать, если на вас вкатывают. Но всё равно, видите, дотащили, так сказать. Эмиль нас не добрал. И это уже очень приятно. Ну, смотрите, 2900. В принципе, неплохой результат на восьмом уровне. Третья степень. Это всего лишь за 3000 дамага. Ну, я считаю, такой вполне себе нормальный, уверенный результат на восьмёрках. Поехали ещё, боёчек. Из-за недостаточного бронирования советую вам почаще играть на направлении средних танков. Тогда вас не так часто будут пробивать. И это уже будет большой плюс. Если вы же начнёте перестреливаться с тяжами, то, скорее всего, вас пробьют обязательно. Так что старайтесь как-то помогать СТ-шкам. Так, заряжаем фугасики. Пытаемся обидеть стандарта. Серьёзный парнишка. Надо его в первую очередь выносить. Ах, жаль, второй фугас не залетает. Может, хоть третий залетит. Отлично. По 400 дамага летят фугасы у нас. Отлично. Один не залетел, к сожалению. Но, в целом, всё равно неплохо так дамага дали. Всё равно больше 900 единиц накидали. Всё, надо добирать. 154-ку. Всегда старайтесь ехать как-то со своими союзниками. Если вы поедете как-то без поддержки, то, скорее всего, вас обязательно разберут. Так, добираем борщика. Фугасик залетит. Нет, всё-таки у него противоосколочный подбой. Чуть-чуть не хватило добрать, так сказать. Видите, альфа в 310 единиц. Вот буквально 330 единиц у врага, и вы уже его не добираете. Но всё равно это очень даже приятно. Всё равно барабан очень даже хорош. И что мне ещё нравится, если вы вывозите с собой форсаж, то, в принципе, танк перемещается очень даже-очень даже бодро. Для тяжа у него неплохая подвижность. Вы всегда можете объехать, заехать как-то с фланга. По сути, как поддержка СТ, танк очень даже хорош. Но на направлении тяжей не советую вам перестреливаться. Обязательно пробьют и разберут. Так, заезжаем уже в корму. И начинаем откидывать наш, собственно говоря, барабанище. Так, отлично. Супер, залетает ещё дамаг. Всё, откидали больше 900 дамага. Это реально очень приятно. Так быстро откидываться, 6 секунд. Ну, прикольно на самом деле. Вот, классический барабан. Всё, принимаю в себя дамаг, так сказать. С Марковского сейчас всё равно разберут. Я уже не успею, скорее всего, перезарядиться. Видите, долгая перезарядка. Вот такая вот у нас эмилька. Опять же, 2900. Опять же, третья степень. В принципе, неплохой результат на восьмом уровне. Более-менее танк настреливает. Но я вам скажу, что настреливает на нём большие суммы. Типа, больше, там, 3,5 тысяч, к примеру, дамага. Довольно-таки сложно. Потому что у танка маленький ДПМ. И это надо понимать. Давайте ещё боячек. Что мне ещё понравилось в этом танке? Так это неплохие УВНы. Действительно, за всякие бугорочки максимально комфортно постреливать. Минус 10 градусов это очень хорошо. Но иногда возникают вопросы к тому, как можно пострелять наверх. Вот если вы захотите пострелять наверх, то пушка вверх не гнётся. Но вниз, как видите, в принципе проблем нет. Да и пробитие, как видите, отлично. Можно реально пробивать даже под таким неплохим углом. Т-32 это реально приятно. Так, отлично. В принципе, отстреляли более-менее свой барабан. Потихонечку стараемся сейвиться. Всегда как-то со своими союзниками надо быть поближе, да. Чтобы они вас прикрыли в нужный момент, пока вы перезаряжаетесь. Обязательно держите своих союзников. Так, ну что. О, у нас там хори уже разбирают. Вот, да, зарядили мы свой барабан. Надо добирать стволы всегда. Так что мы добираем в первую очередь хори. А потом уже фокусируемся на Т-32. Так, Т-32 занял хорошую позицию. И нас, видите, как пробил в гуслю, достаточно легко. Кстати, борта у танка реально забронированы очень плохо. Старайтесь как-то держаться больше к врагу. Ну, именно лбом, ромбом уже не остановиться, потому что в каток вас пробьют обязательно. Там в бортах, ну, очень мало брони. Это реально очень, очень доставляет дискомфорт в бою. Вот часто вас будет пробивать в борта и даже часто, даже фугасами. Так. О, ВЗ-114. Наш, так сказать, относительно новый дядя. И вот, смотрите. Смотрите, какая точность. У меня просто улетел снаряд в молоко. Хотя я целился очень даже неплохо, да. И вот между выстрелами у вас часто бывают такие моменты, что у вас не успевает сводиться орудие. Вот это тоже достаточно показательный момент. Вот реально откидывается 3 секунды, да, снаряды. Но иногда между выстрелами орудие не успевает сводиться. Это реально очень большой минус. Так. Ну, мы сейвимся максимально, стараемся накидывать. Ну, какой бронированный дядя серьезный вообще. Так. Отлично. Вот у нас ВЗ-шка еще. Осталось ее только добрать. Супер. Еще и фраг нам в копилочку. 2000 дамага. В принципе, ничего особенного. Но бой реально очень показывает, что у танка действительно есть УВН. Он действительно может постреливать за всякие бугорки. Это реально очень приятно. Давайте еще боек. Мне очень нравится, что танк благодаря своей неплохой подвижности может занимать быстро очень точки во время именно начала боя. И это реально очень приятно. Так. Пытаемся танковать. Но, как видите, нас пробивают. Я стараюсь занимать позиции немножко выше противника, чтобы можно было как-то хотя бы немножечко, может быть, танкануть. Так. Все. Откидали свой барабан. Сейвимся. Отлично. Попробуем заторанить Т-34-2. О! Что-то не особо я его заторанил. Походу, как бы, веса у нас особо немного. Поэтому, честно говоря, на таран лучше, наверное, не идти. Я, скорее, практически столько же снес ХП, ну, сколько, наверное, ему. Так что с тараном здесь не очень все хорошо. Так. Ребята тут у нас серьезные. Попытаемся накинуть им в борта. Здравствуйте, мистер ВЗ. Отлично. Попробуем потанковать немножечко от башни. Видите, что-то танканули. Но здесь у нас уже пробили, скорее всего, именно голдой. Видите, голдой по нам стрелял Т-77. Один раз пробил, один раз не пробил. То есть, все-таки танкануть башней что-то можно. И вот теперь у меня КД долгая. И реально тут уже, как бы, будет не очень хорошо, если они на меня вкатят. Ну, ладно. Пока вроде не вкатывают. Будем пытаться еще отстреливать барабанище свое. Отлично. Нет, все-таки вкатывают, ребята. И вот здесь вот сейчас будет не очень хорошо. Если меня сейчас доберет Т-77. Нет, все-таки не добирает. Фух, реально жестко. Но на меня уже вкатили враги. И видите, все. У меня уже нет вариантов. То есть, надо всегда заранее думать, где переживать вот это вот длинное КД. Вот эти 21 секунда там, да, с чем-то, с копейками. Это очень долго. И вы всегда заранее должны думать, где вы будете переживать это. И вот я не подумал об этом. Сделал им ошибку. И меня сразу же вкатили вот этот взвод ВЗ. И Т-77 мы сразу же забрали. Но, в принципе, бой более-менее показательный. Смотрите. Смотрите, настреляли, наблокировали даже урона. То есть, изредка танк может танкануть башней. Но это далеко не всегда бывает. Вы должны быть к этому готовы, что голдой танк реально пробивается. Давайте еще посмотрим на сравнение ТТХ. Вот накидал восьмерок именно, да, в основном. Барабанных, чтобы вы могли сравнить по ТТХ, да. Смотрите, урон в минуту маленький. Действительно, танк не очень быстро настреливает урон. Но у вас как бы барабан, у вас есть за счет этого преимущество. Но даже среди барабанщиков это маленький ДПМ. Пробитие отличное, 230. Этого хватает, чтобы пробивать восьмерок, даже девяток частенько. И это реально очень приятно. Если же не хватает, есть голда с пробитием 270. Это вам хватит, ну, точно пробивать девятки. Плюс это то, что это подкалиберные снаряды. Это реально очень большой плюс. Они кумулятивные, как у Т-77, например. Подкалиберы не будут стопориться всякие экраны и гусеницы. Это очень приятно. Также есть фугасы с пробитием 53 и альфой 400. В принципе, вы видели, что стандарты БФ в борта я вполне себе уверенно нашивал по 400 единиц. Очень долгая перезарядка барабана. Больше 21 секунды. Это реально очень долго. Ну, а три снаряда в барабане. Откидываются снаряды за 3 секунды. То есть за 6 секунд вы отправляете во врага 930 единиц урона. Это очень круто. А вот к параметрам урудия есть некоторые претензии. Долговатое сведение, даже по сравнению с некоторыми другими тяжами. И, в принципе, не самый лучший разброс. Стабилизацию накинули еще более-менее, но ее все равно не хватает. И если вы где-то только довернете корпусом или башней, то прицел довольно-таки сильно расходится. Особенно, если башней доворачиваете. Вэй на минус 10 градусов это очень хорошо. За всякие бугорки вы видели постреливать очень комфортно. Но вверх орудие практически не гнется. Это надо всегда учитывать. Старайтесь занимать такие позиции, чтобы враг не был выше вас. Также по подвижности все, в принципе, очень даже неплохо. Удельная мощность оставляет желать лучшего. Ну и хорошая максималка. 40 км в час и назад двигается танк очень даже бодро. Плюс вертится на месте довольно-таки неплохо. Что мне еще понравилось, что у танка неплохая маскировка. Реально для тяжа это очень неплохо. Один из плюсов можно выделить это доходность. 175 процентов. Танк реально очень неплохо фармит кредиты. И для фарма этот танк максимально подходит. 1750 хп, в принципе, ничего особенного. Хотелось бы отметить, что у танка очень маленький вес. Некоторые стэшки, даже если вас заторанят, реально снесут вам больше хп, чем вы снесете им. Очень маленький вес. Это всегда надо учитывать. Никогда старайтесь не попадать под таран тяжелых тяжей. Броню, конечно же, отдельно разберем. И смотрите, процент побед один из самых лучших на восьмом уровне. Танк практически полуэмба. Да, он не дотягивает до такой эмбы, как Т-77, к примеру, но он переплевывает многие эффективные танки. И это надо понимать, что танк максимально советую иметь у себя в ангаре. Давайте еще посмотрим на броню. Смотрите, вот так вот выглядит по броне МИЛ-1951. Но не спешите радоваться, это только в прицеле танков седьмого уровня. Танки седьмого уровня часто даже не могут пробить его в нижний бронелист, не говоря уже о башне или ВЛД. Это реально очень прикольно. То есть против семерок танк действительно танкует. Обратите внимание, что если танк опускает орудие, то его можно, в принципе, легко пробить в крышу. В крышу очень мало брони. Но если танк находится в прицеле танков восьмого уровня, то, как видите, брони у него достаточно мало. ВЛД и НЛД пробиваются очень легко. Также реально пробиваются в башню, прям в центральную часть. Танкуют только маской орудия и вот эти вот скосы. И так что, в принципе, танк пробивается восьмерками достаточно легко, не говоря уже о девятках. Если зарядить голду, то вообще еще более серым становится именно башня. Так что сказать, что танк реально очень хорошо забронирован, то нет. Также, если танк к вам довернет, то, в принципе, в бортах брони особо нет. Пробивается реально даже под очень небольшим углом. Брони в бортах настолько мало, что пробивается даже частенько фугасами. Если же Эмиль-1951 занимает позицию выше вас, то тут уже приведенки в башне становятся гораздо больше. И пробить его здесь реально гораздо сложнее. Также ВЛД достаточно неплохо танкует. Обратите внимание, что пробить его уже из такой позиции достаточно сложно. Если зарядить голду, то, в принципе, можно пробить в маску орудия. Но все равно башня даже голду вытанковывает очень даже неплохо. Если посмотреть на схему бронирования танка, то станет ясно, что борта и корму ни в коем случае нельзя подставлять. Меньше 40 мм брони это очень мало. Фугасники просто обожают этот танк целовать просто своими фугасами в борта и корму. Обязательно старайтесь их прятать. Старайтесь к врагу становиться только лбом. Потому что фугасы обязательно вам прилетят. Также у танка есть вот такие 5 мм экраны, которые изредка едят снаряды без урона. Всякие кумулятивные изредка съедают фугасы. Но в целом я бы не сказал, что они сильно спасают. Ребят, ну вот такой вот у нас Эмиль-1951 танк очень достойный. Действительно он очень хорошо играется, особенно если у вас прямые руки. Да и в принципе если не очень-то и прямые, то танк прощает иногда ошибки. Это реально очень приятно. Если вы более-менее будете всегда стоять лбом к врагу, то вы сможете вытанковывать и урон иногда, и настреливать неплохие суммы урона. Танк действительно хорош, как помощник в бою. Это просто бомба. Так что в целом к покупке я этот танк советую. Ребят, ну а с вами был Ежаня. Великолепно вам отличнейшего супер настроения. Удачных вам боев. Ставим лайки, подписываемся на канал. Будет еще много интересного. Стараюсь максимально полезные, интересные видосики делать для вас. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok